Камала Харрис не придумала ничего более умного, как раскритиковать конвой свободы из-за загрязнения, вызванной тяжелыми грузовиками, в тот же день, когда группа патриотически настроенных дальнобойщиков объехала Вашингтон в знак протеста. Загрязнение от большегрузных машин, автобусов сделало воздух ядовитым для дыхания. Это загрязнение также, конечно, усугубляет климатические кризисы. Угроза будущему не только наших сообществ, но и всему мира. Группа дальнобойщиков планировала объехать Вашингтон на округ Колумбия на кольцевой дороге Капитолия, знак протеста против мандаториев чиновников. Здорово видеть так много людей, трудно судить, сколько людей на мероприятиях просто смотрят эти видео в интернете. Я хотел увидеть это своими глазами и частью истории стать. Сотни людей митингуют на окраине Вашингтона, они становились в Хергенстауне, штат Мэриленд. Это в 90 минутах езды к северо-западу от столицы. Только здесь возможно было остановиться и продолжить свой протест. Власти столицы сделали все возможное для того, чтобы он не проходил на улицах Вашингтона. Конвой начал прибывать к месту. Проведение митинга в пятницу днем и продолжал прибывать непривыдным потоком автомобилей до 9 часов вечера в пятницу. Во время своего выступления Харрис рассказала историю калифорнийского сообщества, которое она посетила, когда была генеральным прокурором, обвиняя тяжелые грузовые автомобили и общественные автобусы в большей части загрязнения, наносящего ущерб сообществу. Вот вам и результат. Автобусы-грузовики, по мнению Харрис, это просто убийцы общества. Она также поделила своей мечтой избавиться от всех грузовиков и автобусов и заменить их электромобилями. Харрис забредила еще больше, когда неожиданно вообще слетела с катушек и продолжила, что Агентство по охране окружающей среды объявило о новом правиле, согласно которому к 2031 году бензиновый транспорт должен по их расчетам сократиться на 90%. Так, Белый дом выделяет полтора миллиарда долларов для замены автобусов с дизельным двигателем на электрические автобусы в законопроекте Байдена об инфраструктуре, так как шаг вперед в существовании мечты его самого же. У нас есть способность видеть то, что может быть не обременено тем, что было затем сделать возможное реальным, добавила Харрис.